МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что может произойти и что нужно сделать, чтобы отфутболить опасное небесное тело подальше во Вселенную? Об этом подробнее в проекте «Роковой контакт». 15 февраля 2013 года мир потрясает новость. Неизвестное небесное тело вошло в атмосферу Земли над Казахстаном, огненным шаром пронеслось через половину России и ударило по Челябинску. Тысячи пострадавших, миллиард рублей ущерба. Официальная версия. На Уральский город рухнул метеорит. Однако некоторые ученые выступают с сенсационным предположением. Идет обкатка нового космического оружия. По мнению многих исследователей, был определенным вот таким пробным шаром, таким параллельным видом кометного оружия. По одной из версий, над Челябинском был сбит неопознанный летающий объект. Сотни очевидцев в Челябинске и Екатеринбурге наблюдали в небе огромный светящийся шар, а спустя некоторое время прогремел мощный взрыв. Однако представитель Центрального военного округа заявил, что никаких происшествий с военно-воздушными судами в небе не зафиксировано. Так что же на самом деле произошло в тот роковой день в небе над уральскими городами? С тех пор, как человечество вышло в космос, лучшие военные умы бьются над тем, как можно использовать новое, почти неизученное пространство в качестве плацдарма для боевых действий. И по мнению многих исследователей, космическая война уже идет. Метеоритная атака, которая подвергся Челябинск, получила неожиданное политическое продолжение. До конца этого года в России будет разработана программа борьбы с космическими угрозами. Глава Роскосмоса Владимир Поповкин заявил, что в стране уже создается единый Центр по предупреждению и отражению космических угроз. Однако уже само название будущего Центра говорит о том, что речь и идет не только и не столько о метеоритах. Космические угрозы – это гораздо больше, чем огромный камень, который раз в 200 лет прилетает на нашу планету. И властям всех мировых космических держав об этом хорошо известно. Чего стоит фраза из официального доклада главы Роскосмоса? До мер противодействия космическим угрозам мы дойдем не раньше, чем через 5-7 лет. То есть после 2020 года. Именно в этот период, по мнению исследователей, могут начаться звездные войны. В середине, вот в 2025 году, я думаю, все сойдется в одну точку, появится оружие, появятся и базы на Луне, возможно, базы на Марсе, тогда, возможно, начало космических звездных войн. Выходит, что до первой в истории человечества космической войны осталось всего 12 лет. И до 2025 года нашей планете нужно подготовиться к оборонительным действиям. Но от кого? Существует ли реальная угроза, идущая из космоса? Ведущие ученые всего мира убеждены, что человечество неизбежно ждет вторжения из космоса. Совсем недавно один из самых влиятельных в мире физиков-теоретиков Стивен Хокинг заявил, что инопланетная жизнь в нашей Солнечной системе действительно есть. Она существует в разных формах, начиная от простейших организмов до развитых цивилизаций, наподобие тех, что мы видели в фильме «Звездные войны». Однако ученый убежден, что человечество должно избегать контактов с высокоразвитым инопланетным разумом, потому что это может привести к катастрофическим последствиям. Вопреки нашим ожиданиям, первый контакт человека с инопланетными цивилизациями не будет благоприятным для людей. Если это случится, то, скорее всего, произойдет колонизация Земли. Человечество будет полностью уничтожено, или мы станем генетическим материалом для инопланетных колонизаторов. Именно поэтому правительство всех стран готовится к отражению космической агрессии и разрабатывает все новые виды оружия. Безусловно, тема разработок новых космических разработок США и России – это тема запретная. Тем более, не забывайте о Китае, не забывайте об Японии. Они тоже разработают свое новое космическое оружие, которое можно будет использовать для ведения будущих войн. Если человечеству придется столкнуться с инопланетной цивилизацией сегодня, наша раса обречена на поражение. Но упорные земляне не торопятся отказываться от своих планов. В секретных лабораториях и закрытых исследовательских институтах крупнейших стран уже ведется разработка принципиально новых вооружений и технологий, часть которых уже известны человечеству. Очень малая часть. Последние открытия исследователей доказывают, что одновременно с производством ядерных ракет и орбитального оружия человечество ведет разработку новых средств введения войны в космосе. Но то, что до сих пор можно было встретить только в фантастических романах, через несколько лет может стать реальностью. Одно из наиболее перспективных средств введения войны – боевые лазеры. Это оружие замечательное, мощное. В космосе, где нет атмосферы, оно способно уничтожать объект на расстоянии сотен километров. Единственный пока минус – это энергетика. Для того, чтобы нынешние лазеры стали бы боевые, нужны мощные энергоустановки, которых пока в таком небольшом весе на Земле еще не создано. Однако эксперименты с лазерным оружием уже проводились. Причем в России. Исследователи утверждают, что российский аналог американского шаттла «Буран» уже выходил на орбиту, оснащенной лазерной пушкой. Ну, решено было сделать, и там было поставлено вот лазерное, ну, большой мощности, лазер космического базирования. Конечно, ни о какой системе боевой там, это ясно нет, но это шажок к достижению, так сказать, вот будущих возможных, к сожалению, звездных войн. Лазерная пушка была установлена на космическом корабле и выведена на орбиту. Но доводить этот проект до конца руководство страны почему-то не решилось. Почему Россия остановилась на половине пути? Для того, чтобы оружие работало как оружие, для этого нужно очень много чего. Не только нужно иметь пушку, но хорошо бы еще и прицел иметь. Хорошо бы уметь ее разворачивать. Хорошо бы, чтобы она была там не на один снаряд, а хотя бы на два снаряд и так далее. Так вот этого пока ничего нет, потому что к тому времени, когда это сделали, весь «Буран» два раза слетал. Назначение лазерного оружия достаточно очевидно. Высокоточные удары страшной силы могут наноситься по объектам, которые находятся на небольшом расстоянии. Бить лазером по объектам на поверхности Земли бессмысленно. А значит, это оружие создано для орбитальных войн. Появляется возможность непосредственно, как в космосе выжигать, или же там летательные, обнаруженные летательные аппараты, имеющие военные назначения, разведки, там, или же несущие на себе соответствующие средства доставки. Еще одна не менее интересная технология будущего – электромагнитная пушка. Есть много информации о разработке высокоскоростных электромагнитных пушек, которые способны метать болванки металлические со скоростью более 3 км в секунду. Первые опыты, связанные с использованием электромагнитных пушек в условиях боевых действий, проводились еще в начале прошлого века. Результаты были поразительными. Оказалось, что устройство могло каждые 20 секунд стрелять болванкой весом в тонну на расстояние до 160 км. Однако у технологии был один серьезный минус. Можно было забросать противника вот этими суперснарядами. Но! Было только одно «но» – чтобы эта пушка стреляла, ее должны обслуживать, а точнее питать, два дни прогресса. То есть вопрос упирался во что? В наличии электроэнергии. Сегодня, когда человечество вплотную подошло к созданию портативных ядерных реакторов, вопрос энергии, по сути, уже решен. А у электромагнитных пушек тем временем обнаружилось еще одно полезное свойство. Немцы разрабатывали электромагнитные пушки, которые ставили на самолеты или же вот на беспилотные летательные аппараты, типа дискообразных предполагалось. И даже такие мощные электромагнитные, что ли, снаряды, которые нарушали работу электрических систем самолетов. Практически это могло приводить к тому, что двигатели внутреннего сгорания, работающие на системы зажигания, зажигание, зажигание, они могли приостанавливаться. То есть происходило нарушение работы в электросети. Но наиболее масштабным оружием будущего станут не пушки и не управляемые ракеты. Ученые единодушны. Будущее за вооружениями, которые поставят на колени сам космос. Объектом атаки сверхнового кометного оружия станут не люди и даже не космические корабли, а целые планеты. В рамках программы «Звездных войн», еще начиная с 1982 года, группа стратегического планирования, стоящая из американских и британских ученых-инженеров, она начала всерьез разрабатывать идею кометного оружия. Для этого, казалось бы, много-то и не надо. Нужно направить на определенные кометы, имеющие траектории, достаточно близкие, подходящие к Земле, в ледную установку. Это ионный генератор, который мог расплавлять ледяное ядро кометы, образовался бы струя, мощность строя пары. Но с помощью системы управления такую комету можно направить на Землю. Более того, проведя ряд экспериментов, исследователи пришли к выводу, что комета – не единственное средство атаки планет. В этом же качестве можно использовать и астероиды, но с применением иной технологии. Нужно послать космический аппарат, который на этот астероид сядет, на выбранный, выбрать астероид, который, более-менее близко, подходит к Земле. Ну и достаточно неважно, чтобы все-таки можно было им управлять. Аппарат на него сядет. И тем или иным образом, при помощи того или иного энергообъединительного комплекса, будет постепенно изменять его траекторию. Делать это нужно задолго, до предполагаемого момента, чтобы единовременные усилия были небольшие. Но если в течение долгого времени понемножку толкать, то в конце концов все получится. В принципе, сейчас способы для этого есть. Размеры астероидов бывают разные. Одним можно уничтожить небольшое государство, другим целую планету. А перенаправить небесное тело, по мнению экспертов, не так сложно. В космосе отсутствует сопротивление воздуха, а это упрощает корректировку курса нерукотворного снаряда. Астероид направлен, опять же, в определенную точку Земли, а направить его можно, повторяю, как с помощью ядерных взрывов, так и с помощью мощных реактивных двигателей. Такое космическое оружие может, в общем-то, иметь страшнейшие последствия для населения тех стран, против которых будет оно применено, а в случае каких-то ошибок для, в общем-то, всего мира в целом. Но и это не предел человеческих возможностей. Для атаки планет могут использоваться их естественные спутники. Во всяком случае, способ атаки планеты Земля с помощью Луны уже разработан. Заложенный вглубь Луны ядерный заряд может создать примитивный реактивный двигатель, благодаря которому обломки лунной породы полетят с огромной скоростью в одну сторону, а сама планета, наш искусственный спутник, будет сдвинуть с орбиты и выйдет на ту орбиту, которая уже заранее просчитана, которая вызовет огромные наводнения и другие стихийные бедствия на земном шаре. Однако сейчас любые звездные войны со стороны Земли могут носить исключительно оборонительный характер. Для того, чтобы человечество могло перейти в атаку, необходимы новые космические транспортные средства, быстрые, экономичные и недорогие. И здесь мы уже вплотную подошли к технической революции. Дело в том, что если сейчас будет решена проблема с гравитацией, а мне кажется, что она будет в первой половине, ну, есть основания полагать, что в первой половине 21 века ее все-таки решат, это позволит возможность выводить в космос огромнейшие действительно корабли, настоящие корабли по 10 тысяч тонн, по 20 тысяч тонн. Ну, то есть, покорив гравитацию, человечество может создавать огромные космические корабли, которые спокойно могут летать к Марсу, к Урану, куда угодно, как в Солнечной системе, так и за ее пределами. Космические бомбардировщики, десантные корабли и истребители. Все это может стать реальностью уже в ближайшие десятилетия. Но до того научно-техническая революция полностью перевернет наше представление об авиастроении. Анализ форм неопознанных летательных объектов, которые очень большое многообразие показал, что наиболее приемлемые для атмосферных полетов и, очевидно, и в межпланетном пространстве являются все-таки дискообразные формы. Очевидно, что наш невидимый противник продвинулся в своем вооружении гораздо дальше Земля. Ведь для своих полетов представители внеземных цивилизаций давно используют дисколеты. И это подтверждают многочисленные видеозаписи НЛО. Их преимущество в воздухе неоспоримо. Именно поэтому, параллельно с Россией, США также вплотную занимаются разработкой летательных аппаратов, имеющих форму диска. Уже есть сведения, что они имеют эскадрилью бомбардировщиков, которые летают со скоростями наверняка где-то в несколько гиперзвуков. То есть почти под 10 гиперзвуков в атмосфере. Это делается все, конечно же, на больших высотах, но тем не менее. Человек вышел за орбиту собственной планеты и продолжил вооружаться. Аппетиты постоянно растут. Не успев изучить Луну, Земля запускает зонды на Марс. С 1960 года, когда СССР запустил автоматическую межпланетную станцию на Марс, с аппаратами, которые должны были изучить Красную планету, произошло 22 катастрофы. Вся техника землян, допускающая глубокое и тщательное исследование Марса, по каким-то необъяснимым причинам выходит из строя. Единственным аппаратом, которому удалось достичь марсианской поверхности за последние 7 лет, стал американский марсоход Юри Осити. Марс – это идеальная база для работы марсианских экспедиций, но не наших, а инопланетных. Никаких свидетелей, лишних там, естественно, не нужно. Похоже, что на Марс нас просто не пускают неизвестные нам существа. Более того, они категорически отказываются от любых контактов. Исследователи убеждены, пройдет совсем немного времени, не первый человек ступит на Красную планету. Но кто нас там встретит? И чем закончится эта встреча? Пока неизвестно. 30 октября 1961 года в Советском Союзе прошло испытание самой мощной термоядерной бомбы в истории человечества. АН-602, более известная как «Царь-бомба» или «Кузькина-мать», была сброшена на полигон «Сухой нос» на Малой Земле. Мощность взрыва составила более 57 миллионов тонн в тротиловом эквиваленте. Сотрясение, которое системологически образовалось после взрыва этой бомбы, оно три раза обогнуло земной шар. Люди, которые могли находиться в расстоянии 100 километров, могли получить смертельные ожоги. Никогда подобной бомбы не испытывалось. 57 мегатонн – это в 4,5 тысячи раз мощнее бомбы, сброшенной американцами на Хиросину. Для Советского Союза это было необходимой демонстрацией силы в гонке вооружений. Причем, по мнению историков, во многом именно «Царь-бомбе» мы обязаны тем, что «Холодная война» не переросла в ядерную. АН-602 стала фактором сдерживания в гонке вооружений. Создавать более мощное оружие не имеет никакого смысла, потому что если эту ракету, или самолет, который понесет, удастся уничтожить, не сработает система, каскадная система срабатывания различных ступеней, то бомба не взорвется. Лучше создать несколько бомб, меньше мощности, но которые с большей вероятностью попадут на территорию вражеского государства. Но для чего советские ученые создавали бомбу такой невероятной мощности? Или она была рассчитана вовсе не на земных противников? Существует версия, в соответствии с которой царь-бомбу готовили для совершенно других целей. Именно в то время страны-участницы гонки вооружений особенно интенсивно занимались воздушными ядерными взрывами. Ученые пытались выяснить, можно ли использовать ядерные заряды в случае атаки из космоса. Их интересовал вопрос, какой эффект даст ядерный взрыв или термоядерный взрыв на высоте 30 километров, 50, 100, 200 тысяч километров над землей. Сами по себе сверхмощные ядерные бомбы, взорванные на большой высоте, ожидаемого эффекта не давали. Но возник неожиданный побочный эффект, который поверг исследователей в шок. Взрывают, например, американцы, мегатонные бомбы над Тихом океаном, над Атолом Джонсон, например. И на сутки выходит радиосвязь по всему Тихому океану, в том числе и в СССР. Ну, в СССР не пишут, но явно, что в СССР есть. Радиосвязь обрывается и в Австралии, и в Чили, и в Индонезии. Причем во время серии ядерных испытаний, как в Советском Союзе, так и в Америке, каждый раз выходило из строя по несколько американских спутников. Ну, тогда не так уж много было спутников. Через год после испытания царь-бомбы был подписан международный договор, который запретил ядерные испытания в воздухе. И Советский Союз, и США отлично понимали, чем может закончиться запуск такого снаряда на орбиту. Сегодня, когда вокруг планеты курсируют десятки тысяч спутников, включая военные и шпионские, нарушение этого запрета может иметь глобальные последствия. Представляете, что было сейчас, если там, по крайней мере, 15-20% спутников после каждой серии ядерных испытаний выводили из строя. То есть сейчас любое государство, имеющее хотя бы несколько ракет баллистических и несколько термоядерных бомб, допустим, тоже Китай, даже Индия, я уж не говорю о России, может, как бы сказать, одним ударом перевернуть шахматную доску войны. То есть, попросту говоря, вывести, ослепить, обезоружить противника. Но все это только открытая часть информации. Существует еще и закрытая, в соответствии с которой проект по созданию царь-бомбы пока законсервирован, но может проснуться в любой момент, как только на земной орбите окажутся корабли неземного флота. Я думаю, что именно подобное оружие будет и установлено на ракетах, которые будут бороться с космическими армадами. Сатана в этом отношении является образцом того, как в маленьком объеме, ведь ее длина всего лишь в 8 метров, можно вместить мощность, равную более чем 100 миллионов тонн тратилового эквивалента. То есть, эта бомба способна уничтожить любую космическую армаду, если она будет достаточно компактной. Поэтому, я думаю, они и вспоминают. Царь-бомба не единственный советский проект, рассчитанный на известного и неизвестного космического врага. До сих пор существует проект «Периметр», который американцы называют «мертвая рука». Американцы были в ужасе от вот этой вот системы, и они нажали на Горбачева, а позже на Ельцина, и система «Периметр» была снята с вооружения и законсервирована. Какова ее судьба? Будет ли она реанимирована? В принципе, она достаточно устойчива. Эти ракеты, использованные там, срок хранения их может быть еще и не 10 лет, и 15. Так что реанимировать «мертвую руку» еще всегда возможно. Система «Периметр» — это сложный комплекс, который постоянно замеряет сейсмические и радиационные уровни в разных частях России и периодически связывается с командным центром. И если однажды все командные центры страны будут уничтожены массированной атакой или точечными ракетными ударами, эта система автоматически без участия человека перейдет в активное состояние, после чего произойдет запуск всего ядерного арсенала страны. Почему на Западе назвали ее «мертвой рукой»? А потому что, как бы сказать, они надеялись убить голову, то есть уничтожить как людей, так и средства для управления советскими стратегическими ракетами, но тут поднималась одна рука, мертвая рука, то есть рука мертвого человека поднималась и корала агрессора. Однако и эта система оказалась двойного назначения. Мертвой руке совершенно все равно, кому именно она нанесет смертельный удар — стратегическому партнеру погонки вооружений или же инопланетному захватчику, который одним ему известным способом уничтожил все военное руководство или все человечество. Да, баллистические ракеты могут уничтожать космические объекты, это известно. Они могут поражать и спутники, и орбитальные станции, и так далее. Но раз это так, то любые космические корабли инопланетян, если, конечно, наши станции организационного наблюдения смогут их наоружить, они могут с таким же успехом быть уничтожены и нашими баллистическими ракетами. Я думаю, что это моя точка зрения, что система «Периметра», также и программа «Звездных войн», она нацелена для отражения, в частности, инопланетного вторжения. «Периметр» должен был прекратить свою работу после подписания первого договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Официально сегодня система законсервирована, но официальную версию разделяют не все. Наш «Периметр» работал, и, я думаю, и продолжает работать. Это одно из средств, которые нам дает жить немножко спокойнее. Разумеется, все это время США вели работу над своими проектами сдерживания ядерной мощи СССР. Первые испытания космического оружия Америка произвела еще в 1959 году. Американцы запустили с бомбардировщика ракету «Болт-Орион», которая прошла в минимальной дистанции от их же собственного спутника. Если бы там была реальная боеголовка, она бы, конечно, его поразила. Этот эпизод можно считать зарей ракетостроения. Но уже тогда штаты продумывали боевые действия на орбите. И этот эпизод стал первой демонстрацией того, что с небольшого самолета можно атаковать орбитальные объекты. В общем, ракетой достать до нескольких орбит лета, до 200-200 анастов. То есть спутник, в принципе, сбить можно даже вот таким способом. Наибольшую известность получила программа «СОИ», запущенная президентом США Рональдом Рейганом в 1983 году. Стратегическая оборонная инициатива выглядела до такой степени фантастичной, что американские СМИ окрестили ее программой «Звездные войны». Однако заокеанская общественность была не в курсе, что космическое господство США – обратная сторона страха перед инопланетной агрессией, которую ожидало уже четвертое поколение американских президентов. И Эзенхауэр занимался проблемами инопланетян, и Джон Картер об этом говорил. Говорил, практически все американские президенты и Линдон Джонсон верили в существование инопланетян. Программа, запущенная США, долгое время считалась страшилкой, которую американцы придумали с целью выкачивания денег из СССР. Но время все расставляет на свои места. А недавно стало известно о секретных переговорах, которые Рональд Рейган вел с Михаилом Горбачевым. Просто одновременно с разработки программы «Звездных войн» Рональд Рейган выступил с уже известным обращением в Организации Объединенных Наций, где говорил о возможности внешней угрозы, а внешняя угроза для Земли может быть только на Банитяне. Такого слова он не употреблял никогда. Потом, спустя несколько, пару лет, он встречался с Горбачевым, где тоже говорил о том, что хорошо бы нам объединить свои силы на случай возможного внешнего вторжения. Что ответил последний генсек, осталось неизвестно. Однако уже вскоре программа «Сои» была свернута. Официальных причин было две. Проект слишком дорого обходился американским налогоплательщикам, а кроме того, развалившийся Советский Союз перестал представлять серьезную угрозу. Однако сворачивание стратегической оборонной инициативы еще не означало прекращение разработок секретного космического оружия. После того, как Россия вступила в эпоху серьезных перемен, гонка вооружений прекратилась. В это переломное время стране было не до космоса. США воспользовались этим, и уже вскоре превосходство Америки в космосе стало бесспорным и почти неограниченным. Президент Соединенных Штатов еще в 2006 году заявил, что Америка имеет право уничтожать те космические аппараты, которые создают угрозу ее национальной безопасности. Ну и американцы присвоили себе полное право распоряжаться космическим пространством. К этому времени знаменитая лунная программа «Аполлон» уже много лет как свернута. Похоже, США отказались от планов колонизации Луны и целиком сосредоточились на орбитальном господстве. Однако в последние годы на этом поле появились новые игроки. Место побежденного стратегического соперника занял Китай. Страна с невероятными амбициями и сверхмощным научным потенциалом. Гонка вооружений возобновилась, но уже в космосе и на новом витке. Объектом споров стала Красная планета. В июле 2010 года в прессе появилась информация о том, что Китайское космическое агентство скрыло факт уничтожения своего спутника. Но благодаря американской космической разведке эта информация все же получила огласку. Выяснилось, что за три года китайские военные по неизвестным причинам уничтожили еще два своих спутника. Странное совпадение, но в феврале 2008 года против ракетой «Стандарт-3М» американцы также уничтожили свой космический аппарат. Тогда Вашингтон заявил, что станцию связи просто необходимо было ликвидировать. Иначе аппарат, на борту которого была практически тонна высокотоксичного раствора, мог упасть в любой точке планеты. А это неминуемо привело бы к экологической катастрофе. Произошло два события очень серьезных. Американцы свой спутник сбили сами. Ну, сказав, что у них там что-то плохо там было, вышло из строя, поэтому надо его сбить было. Мотивы американцев стали ясны чуть позже. Дело в том, что существует международная договоренность о полном запрете любого противодействия космической активности любой страны, если речь не идет об оружии. Спутник может выйти из строя сам. Может не взлететь или неудачно приземлиться. Но до этого момента не было ни одного случая, чтобы спутники намеренно сбивали. Впрочем, США быстро нашли легальное обоснование своим действиям. В конце концов, спутник был американским, а значит, штаты имеют право делать с ним все, что вздумается. В частности, сбивать ракетой наземного базирования. Ответный жест не заставил себя ждать. Через пару лет китайцы сделали такой же эксперимент. Свой спутник сбили. Наземными средствами. Баллистической ракетой. С земли можно стрельнуть. Если у вас хорошие средства наведения, вы можете сбивать, не набирая орбитальной скорости. Вам не требуется. Важнейший принцип о неприменении оружия в космосе был нарушен. Сначала американцы, а затем китайцы. Наглядно показали, что у каждого есть свой арсенал для ведения орбитальных войн. И они вполне готовы его применить, как только сочтут необходимым. Но готовы ли они к встрече с реальным космическим противником? Они продемонстрировали, что если понадобится, жахнем все. То есть они продемонстрировали, что у них есть оружие, с помощью которого низкоорбитальные спутники они могут сбивать. А все спутники важные, низкоорбитальные. Впрочем, с учетом готовности США вступить в неравный бой с инопланетным агрессором, расстрел низкоорбитальных спутников можно считать пристрелом. По сути, Америка и Китай провели испытания, наглядно доказавшие, что они располагают оружием, которое может сбивать любые объекты, оказавшиеся на орбите Земли. Но на этом США останавливаться не намерены. В апреле 2011 года был запущен новый ракетоплан космический Х-37, который сейчас находится на орбите где-то. Почему-то эти ракетопланы меняют все время свою орбиту. Что и почему неизвестно. Эта программа Х-37 полностью засекречена Соединенными Штатами. Но можно предположить, и я абсолютно уверен, что это фактически спутники-перехватчики, которые могут уничтожать или инспектировать спутники других стран. Американцы считают, что они вправе инспектировать спутники, то есть подлетать и проводить обследование каких-то чужих космических аппаратов. Однако совсем недавно США начали сталкиваться с серьезным противодействием любым попыткам продвинуться дальше земной орбиты. Но кто не пускает землян исследовать космические просторы? Первым признаком этого стал отказ от колонизации Луны. Несмотря на то, что наш естественный спутник – уникальный трамплин, оттолкнувшись от которого человек мог продвинуться далеко вглубь Вселенной. Независимые исследователи убеждены, что человека просто не пустили на Луну. В этом смысле какие-то объекты космические, которые в этом смысле необходимы объекты гигантского размера, гигантской энергии, наверное, их действительно проще делать на Луне, чем вводить спутники. Действительно такие проекты есть, но проекты, может быть, не военные, а в целом проекты, какие-то создания обсерватории или станций на Луне каких-то. То есть, по сути, это возможно, это технически возможно. Однако попытка колонизации Луны и строительства там военных баз закончилась полным провалом. Американская программа «Аполлон» была оперативно свернута. Российские космонавты также решили отказаться от исследования нашего естественного спутника. Что заставило землян покинуть Луну? Видели в чем дело. Конечно, результаты были. Астронавты доставили 382 килограмма камней и грунта с нашего естественного спутника, которые были, конечно, очень досконально изучены. Ну а самое главное, наверное, то, что, как сказал американский сенатор, Абрахам Рибиков, мы убедились, что если можем достичь Луны, то нет ничего такого, чтобы мы, люди, не смогли сделать. И вот в этом, наверное, было главное достижение этой лунной программы. Официальная версия прекращения исследований Луны – чрезмерная дороговизна. Но неужели марсианская программа, запущенная сразу после окончания Луны, стоит дешевле? Гениальный конструктор, главный автор и разработчик лунной программы США Вернер фон Браун однажды проговорился, что людей попросту выгнали с Луны, как только их любопытство стало навязчивым. Красная планета оказалась такой же негостеприимной, хотя она более приспособлена для жизни. Там уже обнаружены вода и атмосфера. Однако зонды, которые туда периодически отправляют, как правило, не долетают до точки назначения. 15 января 2012 года фрагменты аппарата ФОБОС «Грунт», не сгоревшие в плотных слоях атмосферы, упали в акватории Тихого океана. Автоматическая межпланетная станция, запущенная с космодрома Байконур 9 ноября 2011 года, предназначалась для доставки образцов грунта со спутника Марса. По плану Роскосмоса, уже к 2012 году, межпланетная станция должна была приблизиться к Красной планете, а в феврале 2013-го совершить посадку на ФОБОС. Но вскоре после запуска ФОБОС «Грунт» неожиданно вышел из строя. Роскосмос потерял контроль над ситуацией и не мог связаться с зондом. Аппарат так и не покинул земную орбиту. Неужели землян не пускают на Марс так же, как и на Луну? Это замечательная машина, которую разрабатывали, ну, по крайней мере, лет 10, а может, даже и больше. Он должен прилететь к Марсу, выйти на орбиту спутника Марса, не Марса, а спутника Марса, то есть на орбиту его Луны, сесть на нее, забрать грунт и вернуться обратно. Вот мы сделали такую же штуку для Луны. Туда прилетел аппарат, пробурил и так далее. Так вот, хотели сделать то же самое с Марсом. К сожалению, вот он сейчас. Упадет, конечно, скоро. Успешные приземления на Красную планету можно пересчитать по пальцам. Хотя именно Марс – планета наиболее близкая к Земле по своим характеристикам. И именно она, по мнению экспертов, может стать тем самым ковчегом, который примет человечество, когда на Земле станет слишком тесно. Но это далеко не все. Помимо перспектив колонизации, ученые всерьез рассчитывают на научные прорывы, которые могут произойти по мере освоения Красной планеты. Марс – он интереснее Луны. Видите ли, Луна представляет собой только геологический интерес, потому что, как правильно отметил один из основоположников отечественной космонавтики Фридрих Артурович Сандер, Луна – это, увы, безжизненное тело. А вот на Марсе, с учетом того, что там нашли воду, что там есть атмосфера, возможно, жизнь. Может быть, мы, когда доберемся до Марса, сможем ответить на вопрос, откуда мы. Возможно, кому-то очень не хочется, чтобы земляне ответили на этот вопрос раньше времени. Об этом нет ни слова в официальных отчетах НАСА. Но астронавтам, похоже, уже пришлось столкнуться с какой-то неизвестной силой. И именно поэтому один из немногих марсоходов, все-таки достигших Красной планеты, оборудован сверхмощной нейтронной пушкой. Принцип действия, заложенный в будущих нейтронных пушках, вот это использование быстрых, высокоэнергетических нейтронов, которые способны, так же, как и излучение нейтронных бомб, уничтожать живое оружие. Только бомба – это вещь всенаправленного действия, она очень неудобна в тактическом применении, а такие нейтронные пушки, они смогут уничтожать на расстоянии десятков километров живую силу в узком луче. То есть это направленное, высокоточное оружие. Однако колоссальный технологический разрыв между земными и инопланетными технологиями слишком очевиден, чтобы ученые возлагали какие-то надежды на нейтронную пушку, установленную на марсоходы. Возвращение аппарата с образцами грунта и воды уже под большим вопросом. Очевидно, и на Красной планете людям совсем не рады. Напланетяне не заинтересованы в том, чтобы на Марсе высадился новый марсоход, который мог бы исследовать эту поверхность, и, наверное, с этим придется смириться, так же, как мы смирились с тем, что пилотируемые лунные полеты для нас пока запрещены. Человечество уже дважды закрывали дорогу при попытке покинуть пределы земной орбиты. Но экспансия людей продолжается, потому что очень скоро у человечества не останется выбора. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы может наступить продовольственный кризис. Экология планеты стремительно ухудшится и сякнут запасы воды и полезных ископаемых. Похоже, столкновение интересов в космосе все-таки неизбежно. Для многих, по крайней мере, независимых исследований стало очевидно, что космос все-таки заселен, что находятся под контролем инопланетян, и они очень недовольны нашей высокой активностью в космосе. Готовы ли человечество к звездным войнам? Точный ответ на этот вопрос можно будет получить только тогда, когда произойдет первое серьезное столкновение за пределами земной орбиты. Однако земляне не собираются отступать. Наряду с созданием секретного оружия ведутся разработки уникальных программ по колонизации планет нашей Солнечной системы. Сегодня почти все ученые сходятся во мнении, что человечеству может стать тесно на планете Земля. А через несколько десятков лет желание расширить ареал обитания будет подкреплено необходимостью. Население планеты растет с каждым годом, и тогда человечество может совершить очередной прорыв в космических масштабах. Для ученых, однако, немножко по-другому причины космоса изучаются. Дело в том, что космос — это способ изучить некие состояния пространства, времени и вещества, которые отсутствуют на Земле. Например, скажем, на Земле человек пытается создать термоядерный синтез, то есть решить тем самым энергетическую проблему, так как на Солнце он работает естественным образом, то есть все время, просто непрерывно, без всяких там усилий с нашей стороны. Потому что селена может найти, скажем, какие-то экстремальные там системы, типа черной дыры, где время останавливается, что, в принципе, невозможно повторить на Земле. В этом смысле для ученых космос, повторюсь, прежде всего, это способ изучить мир, мир в таком состоянии, которое здесь, в принципе, невозможно воспроизвести. Все то, что сегодня пугает скептиков и пессимистов, на самом деле может оказаться трамплином к новым пространствам. Им может стать первый облет человека вокруг Солнца, замысел, который в свое время хотел осуществить еще великий советский конструктор Сергей Королев. Стоится параллельно два аппарата, одновременно в России, называется Интергелиозонд, это спутник, он делается. И в Европе называется Соларорбитер. Это два аппарата, которые будут выводиться на орбиты вокруг Солнца. В целом, мы ожидаем, что до 2020 года он полетит, то есть мы, по сути, увидим Солнце с таких расстояний, с которых пока не видели никогда. Первым этапом на пути колонизации Вселенной может стать освоение космического пространства вокруг Земли. Было предложение создать такую систему лет 50 назад, которая может выводить не тысячи тонн на орбиту, как сегодня все страны, а миллион. Ученый Еськов говорит об уникальном проекте космического лифта, который действительно разрабатывался и, очевидно, разрабатывается до сих пор. По сути, это средство транспортировки человечества на орбиту. Надо жить там, где, около Земли, потому что тут есть примерно киловатт, на каждый квадратный метр падает солнечная энергия. Вы спокойно можете себе развить там солнечные батареи, развернуть эти самые километры, километровые, громадные, многокилометровые эти самые солнечные батареи. Можете ядерные энергоустановки там сделать. А там, значит, дальше у вас там что, это громадные, так сказать, вот эти, ну, сотни станций, там по десят, ну, там начинают нескольких тысяч человек, там до миллионов людей в каждой. Вот такие, так сказать, вот, это миллиарды, так сказать, тонн. Логическим завершением этого этапа эволюции человечества должен стать выход за пределы Солнечной системы. И именно там, по мнению ученых, человек узнает ответы на главные вопросы, после которых, возможно, изменится не только он сам, но и его природа. Нужно туда доехать, и вот там-то и можно измерять. А это фундаментальнейшая проблема, потому что, если внимательно посмотреть, то все любые прорывы в части понимания, значит, структуры вещества, ну, сначала на химическом уровне, потом на уровне атомного ядра и так далее, они приводят к тому, что мы начинаем получать новые источники энергии и живем с вами все лучше и лучше, поскольку мы располагаем все больше. Так вот, считается, что если мы удастся проникнуть в это решение, этой фундаментальной проблемы, мы совершенно спокойно можем стать обладателями колоссальных энергетических, так сказать, таких вот возможностей, которые, конечно же, нам уже дадут, ну, и будем лучше жить, грубо говоря. Если эта теория верна, то звездные войны против чуждого нам разума маловероятны. Просто потому, что ни одна цивилизация не может развиваться технологически, не развиваясь при этом социально. На смену жестокому средневековью пришло гуманное новое, а затем просвещенное новейшее время. А значит, на следующем технологическом витке насилие может стать не просто неприемлемым, а невозможным. Уже не говоря о масштабных и разрушительных звездных войнах. Есть очень веские основания думать, что этого не случится. По одной, предельно простой причине права на глаголах философской. Дело в том, что сложность чисто научно-технических задач, которые необходимо решить для освоения космоса, тем более для межзвездных правдов, требует очень высокого уровня развития цивилизации. Развитие только техническое, без социального, невозможно. То есть и уровень социального развития такой, это тоже будет очень высоким. А при таком уровне социального развития война как способ решения проблем не рахматевается. Что нас ждет в ближайшие 30-40 лет? Сценариев много, и большинство из них не сулит ничего хорошего. Продовольственный кризис, дефицит энергии, локальные и межзвездные войны, страшные пандемии, уничтожающие человечество. Но очень хочется верить в одинокие пока голоса оптимистов. Просто потому, что именно в это время будут жить наши дети и внуки. Каждый из которых может стать галактическим первопроходцем. Сверхчеловеком, шагнувшим на следующую ступень эволюции. Остается добавить, что тревожные прогнозы мы слышим почти ежедневно. Что это? Желание некоторых ученых привлечь к себе внимание или псевдонаучное мракобесие? Думаю, за некоторым исключением все-таки нет. Просто за последние годы наука сделала гигантский шаг вперед. Орбитальные телескопы, сверхмощные вычислительные машины, межпланетные зонды, которые каждый день дают такое количество информации об окружающей нас Вселенной, что человечеству и не снилось за всю свою историю. Означает ли это, что нужно бояться и каждый день ждать, что на голову обязательно свалится какой-нибудь метеорит? Нет, конечно. Но знать о том, что устройство окружающего мира гораздо сложнее знаний, заложенных в учебнике по природоведению, по которому мы все когда-то учились, думаю, должен каждый. Хотя бы для того, чтобы понимать, что нас окружает удивительный мир. Наша Вселенная многолика и не факт, что она единственная. И что наша планета каждое мгновение ведет напряженную борьбу за нашу с вами жизнь. И самое главное, то, что Бог все-таки есть.